Кто может сказать, во сколько начинается пожилой возраст? По данным Всемирной организации здравоохранения, он наступает в 60 и продолжается до 74 лет. Однако, посмотрите на этих женщин. Все они члены института третьего возраста, и назвать их пожилыми язык не поворачивается. Полные силы и энергии они ведут активный здоровый образ жизни, занимаются скандинавской ходьбой, бывают в кино и театре, имеют множество увлечений и замечательно выглядят. Это лишь один яркий пример того, как сохранить здоровье и насыщенную жизнь людям старшего поколения. Именно на это направлена разработанная в Беларуси национальная стратегия активного долголетия. Это очень объемный документ, который направлен на то, чтобы пожилые граждане максимально комфортно смогли себя чувствовать в нашей стране, чтобы всеми службами, органами, организациями, министерствами уделялось значительное внимание проблемам и решению вопросов в отношении пожилых граждан. Более 2000 пожилых граждан у нас сегодня вовлечены в деятельность отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Фактически в каждом территориальном центре существуют такие отделения, на базе которых работают различные кружки по интересам. Сегодня мы говорим о том, что главная задача таких отделений – это профилактика деменции. И именно занятие какими-то видами творчества, развитие новых навыков, например, изучение иностранных языков, занятие физической активностью позволяет сегодня как можно дольше быть в здравом уме и продлить эту позицию активного долголетия. В рамках стратегии активного долголетия развивает свою разноплановую работу и территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района. А командная игра «Локация 60 плюс» как раз из этой серии. Наши мероприятия сегодня объединяют пожилых граждан в преддверии Дня пожилого человека. В области 20 территориальных центров, поэтому мы предполагаем участие 20 команд. В каждой команде по 5 человек. Мероприятие проводится первый раз. Эта идея пришла сотрудникам института третьего возраста. В связи с тем, что у нас пандемия никак не заканчивается, перетекает из одной стадии в другую, нам приходится все время искать новые формы. И поэтому вот такая форма на улице, когда мы можем собрать пожилых людей в команды, даже удаленно, даже на расстоянии большого количества километров, для того, чтобы они могли проявить себя. Когда душа еще не постарела, но возраст пришел, нужно, конечно, себя где-то найти. Вот мы нашли все, которые здесь, наша команда, мы называемся Великолепная Пятерка, нашли себя в институте третьего возраста, подружились. Многие женщины одинокие, они нашли себе не только занятия, но и друзей, подруг. То есть нельзя замыкаться в узком кругу, и вообще нельзя замыкаться в себе, нельзя замыкаться только в семье, потому что дети уже взрослые, внуки тоже взрослеют. И внукам, между прочим, очень интересно, когда бабушка разговаривает где-то даже на их языке. Некоторые вещи мы узнаем от них. Ну, это интересно. И вот бодро и уверенно команды отправляются на выполнение задания по улицам города. Цель – найти обозначенные объекты, здания, памятники и определенных людей. Победит тот, кто сделает самые оригинальные фотографии. Идея пришлась по душе каждому, ведь это отличный повод собраться вместе, почувствовать азарт игры и получить массу впечатлений. А вот велосипедисты какие-то позитивные, да? Да, себя. Перехватили семью, не испугались, помогли нам сделать фотографии. Спасибо большое. Все встречают так. Думали, очень весело, с душой. Видно, что они нас любят. Да, да. Это еще одно доказательство того, что возраст в душе, а не в паспорте. А значит, мы выбираем сами – стареть или оставаться молодыми. Людмила Гудич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.